На вкус и цвет. От такого скопления автора сбегаются глаза. В День Победы на задней парковке Бобруйской арены собралось по 400 транспортных средств и порядка 2000 участников. Ярко и оригинально. К автопробегу участники подошли с особым энтузиазмом. Красочная надпись, ленточки и флаги, дула, ракеты и даже целые артиллерийские установки. Одним словом, креативу нет предела. В течение года думал, как людей удивить. Ну, это решили сделать двух солдат. Внутри металлокаркас получается из проволоки сварен. Голова как будто уже, ну, общенно такожие, противогазы, противогазы все. По наследству, так сказать, все осталось. Одежда тоже от дедов осталась. Так или иначе, след от войны остается на каждом фамильном древе. У кого-то погибли отцы, братья, деды, прадеды. Почти техпамять собрался, кажется, весь город. Пришли на автопробег всей семьей. Этот праздник для нас святой. Ровно в 14 часов колонна начинает свой ход. Будто герои прошлых лет, они проезжают боевой марш. Символично, в самом начале пути участники останавливаются у свято-георгиевского храма, где выпускают на волю главный символ мира – белых голубей. Победы! Нас! Цепочка из нарядных авто растягивается на километры. Череду движущихся транспортных средств встречают вдоль дороги восторженные горожане. В ответ на это водители приветствуют глухим звуковым сигналом. Проследовала колонна вплоть до Кургана Славы в деревне Сычково, где их уже встречают местные жители. В конечном пункте мирного шествия участники возложили цветы к мемориалу Курган Славы. Самое важное, что мы сюда едем с одной важной целью. От мала до велика мы отдаем честь нашим прадедам и дедам. Автопробег подарил яркие эмоции не только участникам, но и всем тем, кто наблюдал за его ходом. Безусловно, причастные к событию смогли отдать дань уважения павшим героям и ветеранам, а также поблагодарить за день победы, который мы, белорусы, чтим с 45-го по сегодняшний день. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова